С 25 июня будет возобновлена работа пришкольного лагеря, организованного на базе гимназии номер 30. Такое решение было озвучено в ходе заседания Санитарно-противоэпидемической комиссии, которая прошла под руководством председателя правительства Александра Смекалина. Ранее деятельность лагерей, которые работали на базе школ номер 58 и номер 30, были приостановлены из-за резкого недомогания 34 детей. Напоминаю, что у нас в пятницу, в субботу произошел очень серьезный инцидент в части ухудшения очень серьезного самочувствия более трех десятков детей. И мы в субботу с вами обсуждали четыре варианта версий причины возникновения данной ситуации и говорили о том, что результаты анализов, исследований мы должны получить сегодня к вечеру. И после этого уже принять решение, что мы делаем дальше с этими лагерями. 16 июня медицинскими работниками было зарегистрировано 7 случаев обращений детей, которым поставили диагноз «острая кишечная инфекция». Несколько дней проводилось санитарно-противоэпидемическое расследование для установления причины возникновения инфекции. В результате были обследованы все сотрудники, в том числе и пищеблока, а также взяты пробы продуктов, воды из-под крана и в бассейне, который посещали дети. Ну, как правило, у нас тогда, когда регистрируются такие случаи заболевания, тем более это дети получают питание в стенах школы, естественно, конечно, были осмотрены обследованы контактные дети и контактные сотрудники. И у нас получается еще 7 человек, в том числе 4 сотрудника и 7 детей получили лабораторное подтверждение, что у них имеется норовирусная инфекция. На заседании была названа причина вспышки заболевания. Мы знаем, из-за чего дети вот так пострадали. Это у нас были носители этой инфекции, сотрудники пищеблока напрямую доказывают, которые дают положительные результаты, и получается, что от них заразились дети. По решению СПЭК, школа номер 58, где питались дети из двух школ, закрыта. Там проведут тщательную дезинфекционную обработку пищеблока и заменят питьевый экран для воды. Следующая смена, организованная на базе 30-й школы, будет питаться уже в стенах этой школы. Детям, кто не смог закончить смену из-за сложившейся ситуации, будут организованы дополнительные дни во второй смене, если на то дадут согласие их родители. Ирина Антонова, Руслан Баталов, Новости Ульяновской правды.